Страна ФМ и Спорт Экспресс представляют В гостях корреспондент издательского дома Спорт Экспресс Михаил Потап. Миш, доброе утро. Спасибо, что пришел. Тем у нас сегодня много. Ну и, наверное, начнем все-таки мы с Поветкина, с Хабиба и всех остальных. Что с Поветкиным? Чего он так прям как-то рано будет? Не без уважения, я сказал всех остальных, естественно. Вам кажется, рано? Семь раундов почтятся. На самом деле, с Поветкиным что случилось? Он молодец. Он боксировал прекрасно. Возможно, это был лучший его бой со времен, не знаю, боя с кем-нибудь Чаром где-нибудь с 2014 года, с Такамом. Просто Джошуа, он просто один из лучших боксеров, возможно, вообще, не знаю, ну, может, пока не в истории, но для того, чтобы стать лучшим в истории, у него есть все. Он к этому движется, и побить Джошуа сейчас, мне кажется, не может никто. А Саша практически ему и не проигрывал, если бы он не пропустил этот удар в седьмом раунде. Может быть, бы он выстоял. То есть, ну, просто, просто Джошуа был чуть-чуть сильнее, и это проявилось в седьмом раунде. Не, надо, мне кажется, Михаилу пояснить. Вот для меня, знаете, российский спорт стал существовать, когда мы победили, поэтому я, когда спрашиваю, что случилось, почему он не победил. Вот это вот так вот нужно было понимать. Но, то есть, в любом случае, он молодец, и как бы он показал себя на все сто процентов. Да, он не победил, потому что в 39 победить 28-летнего парня, который еще и в два раза больше тебя и сильнее, это надо было прыгнуть намного выше головы, а в 39 это делается сложнее, чем, допустим, если бы Саше было 33 года. То есть, просто было не под силу чуть-чуть. Слушай, ну, можно сейчас говорить о том, ну, не хочешь, конечно, но можно говорить о том, что у Поветкина это уже вот, ну, начало заката, что ли? Да, ну, то есть, я думаю, что у Саши еще есть несколько боев в запасе, но что это будут за бои? То есть, очевидно, что такого уровня, как у него был бой с Кличко пять лет назад, или как бой сейчас с Джошуа, уже, наверное, не будет. Вот, там уже новые ребята пришли. Но Поветкин может еще провести пару боев в Москве, и даже, может быть, стать каким-нибудь временным чемпионом мира. Если еще хорошо, ему там правильно соперников подберут. То есть, так что, в принципе, карьера близка к завершению, но она пока не завершена еще. Ну, а вот самое ближайшее время, вот сейчас он восстановится после этого боя, и с кем он будет бороться? Ну, это, конечно, вопрос, скорее, наверное, к его промоутерской компании, к тем, кто его ведет. Ну, есть варианты, там, поборою, подраться с кем-нибудь вроде ребят с первых номеров рейтингов, типа какого-нибудь Мануэля Чара, если он там будет в порядке, или, может быть, кто-нибудь из молодых ребят, там, не знаю, которые подбираются. Но точно это не будет Уайлдер, это точно не будет Джошуа. А, кстати, возможно, Джозеф Паркер был бы хороший вариант, потому что это чемпион мира, бывший, по-прежнему высоко в рейтинге, и было бы здорово с ним подраться и стать чемпионом, допустим, временным по версии WBO, к примеру, или с кем-нибудь из британцев, потому что сейчас они дружат с Эдди Херном из Великобритании, промоутером Джошуа, и поэтому уже два боя было у Саши в Англии, возможно, будет третий. Там все время позиция хорошая, деньги хорошие, так что, возможно, Поветкин съездит еще раз в Англию и подерется с Диллианом Уайтом, такие варианты есть еще. Ну, неплохие варианты, я не то, чтобы я все поняла из того, что мне сейчас перечислили, но я поняла, что вариантов очень много. Ну, ты, Валерий, молодец, я тебя чувствую, ты хорошо зашла в тему вообще-то, молодец, то ли еще будет, друзья. Несколько минут перерыва, мы снова вернемся к вам, будьте здесь. Стране о спорте. Лайф. Ну, просто целоваться тут, естественно, никто не будет, тут спортивная у нас рубрика, мы тут все очень серьезно настроены. Вы все о своем, Валерия Юрьевна, тогда мы про спорт вообще собрались поговорить. Нет, почему нет, я про спорт и хотела, у меня была красивая, так сказать, передача, а вы мне взяли все и вот тут вот заломали. Значит так, я хотела перейти от того, что никаких поцелуев, а наоборот даже битва взглядов. Есть такая традиция интересная. Мне вот как вот человеку, который далеко от этого всего интересно, как у вас, как у человека, который заглядывал за кулисье, они на самом деле вот реально как-то друг друга недолюбливают вне жизни или это так вот как спектакль? Ты они имеешь в виду, а вообще всех, да? Потому что они когда собираются, значит, на эту пресс-конференцию, они встают и смотрят друг на друга и обзываются, обзываются, а потом как-то вот, вот. Потом в конце обнимаются всегда. На самом деле, я думаю, как бы, то есть, скорее всего, бывает так и так, то есть, бывают такие, которые действительно не любят друг друга, бойцы. Но всегда почти после боя, какой бы до этого ни был жесткий там трэш-ток, обзывание, они все равно обнимаются, говорят друг другу, дружище, я тебя поздравляю, мы с тобой сейчас рубили денежек хороших и так далее. Один случай за всю историю, я помню, когда после всех этих ужасных наездов, там, пощечин на пресс-конференции, на взвешивании, что бойцы потом дальше не обнимались, а просто по-прежнему друг на друга после боя. Это кто такой злопый бой? Это было в бою Виталия Кличко с Дериком Чесорой. Чесоро такой борзый англичанин нигерийского происхождения. И вот он на Виталия Кличко наезжал на взвешивание, толкал его, что-то пощечины отвешивал, потом перед боем плюнул Владимира Кличко на ринге прямо. И после боя, когда уже Виталий победил и уже чуть его хотел приобнять, он тоже опять же от него оттолкнулся, что-то начал ему говорить, типа, давай еще выйдем с тобой, еще что-нибудь сделаем, что-то такое. Но это один такой случай. А это вот не осуждается какой-нибудь федерацией, что нельзя? Осуждается и даже его лишили лицензии, но на полгода потом вернули. Это вот тот случай, когда треш-ток заходит чуть-чуть более, чуть слишком далеко. А так чаще всего они за кулисами обнимаются просто и все, это игра, они же продают трансляции, они же продают билеты. И чем интереснее они будут себя вести, чем вызывающе, тем больше людей купят. То есть людям это нравится реально, то есть как бы это странно ни звучало. Слушай, Миш, а вот, извините, перебью, а вот эта история была, это с Хабибом же, да, где-то полгода назад, когда микроавтобус, да, там стекла выбили. Да, Макгрегор там фиделся. Это они же были, да? Это как раз были, да, вот эти ребята. Конор Макгрегор, Хабиб, да, которые будут драться 6 октября за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе. Вот тогда, да, тогда, в общем, была история такая, что Хабиб немножко так, как бы так, оскорбил, чуть-чуть наехал на друга Конора, на русского парня Артема Лобова, который с Конором в одной команде. И Конор за него заступался, заступаться пошел и прямо, да, взял тележку, разбил стекло автобуса и просил Хабиба выйти из автобуса. Хабиб не вышел, объясняя тем, что там двери были закрыты, и зачем я буду выходить, там ты там не один, там камеры, человек 40 с тобой пришло. В общем, это все такая была, да, большая история. На самом деле говорили, что он был прав в своем решении, потому что он готовился к бою и не хотел своим здоровьем рисковать. Ну, во-первых, да, у него было следующее утро уже бой, зачем ему, да, действительно все эти риски, он же, это же не просто бой, это бой за огромные деньги, за титул чемпиона UFC, вот так вот сейчас выйти и лишиться этого всего, это было просто глупо. Вот, поэтому Хабиб, да, действительно сделал правильно, но с точки зрения каких-то там ребят, болельщиков МакГрегора, он должен был выйти и поступил как трус. Но у каждого своя точка зрения, наверное, на месте Хабиба любой поступил бы так же, как и Хабиб, то есть зачем им рисковать-то перед боем. Слушайте, ну получается, мы только разогнались, а нам надо вновь сделать паузу небольшую. Ну ничего, мы вернемся в эту же точку. И все продолжится, конечно. Стране о спорте. Лайф. Слушевная песня, кстати. Очень хорошая песня, мне тоже очень нравится. Так, по поводу того, как я готовилась к эфиру, как я вот вычитала умную статью, вот я сейчас блесну мыслью. Сейчас, секундочку, Валерия, скажу, Михаил Потапов из Спортэкспресс у нас сегодня в гостях. Миш, доброе утро еще раз. Пожалуйста, Валерия. А Владислава, просыпаемся, плохая старенькая, но забывайте. Я не вам, я себе напоминаю. Значит, Михаил, тут недавно отец МакГрегора высказался, причем высказался очень жестко, что практически в первом раунде там его положат. И, значит, и череп-то, господи, прости, ему проломит. И вообще, говорит, сын мой находится в самой лучшей своей форме, поэтому даже бояться не стоит. И даже не может быть таких вариантов, чтобы Хабиб обыграл МакГрегора. Это, кстати, по-моему, утренняя вообще сегодняшняя новость. Либо вчера вечером. Ну, вот совсем свежая. Так как на самом деле? Это они вот так вот бровадуют или на самом деле? Во-первых, а что еще отцу МакГрегора говорить? Мой сын проиграет, что ли, говорит? Нет, вы сказали, что это будет серьезный бой, мы к нему готовимся. Можно же как-то? Они так не делают. Эти ребята МакГрегора, они, в общем, те еще трэш-токеры. Они не то, чтобы русские, они не то, что русские. Русские, они обычно с уважением, это будет сложный бой, я очень уважаю соперника. У них там, что в Ирландии, что в Великобритании, что тем более в Штатах, ну, почти не принято так. Никто никого не уважает. У них наоборот, да, я тебя замочу и так далее. Во-первых, это отец, что ему еще сказать? А во-вторых, скорее всего, как там на самом деле будет? Либо так будет, как он сказал, то есть в первом раунде МакГрегор его может положить. Либо если он этого не сделает в первом раунде, то он этого не сделает никогда. Потому что дальше Конор будет уставать. Он только силен в первых двух, максимум трех раундах, а чаще всего в двух. Если он не положит его в первом, то дальше Хабиб его будет вязать, и вариантов у него уже не будет. То есть выиграет Хабиб. А мне так понравилось, когда Миша сказал два варианта, я сразу подумала, 50 на 50, либо проиграет, либо нет. Думаю, как все просто, я уже разбираюсь в спорте. Третьего как бы не особо дано, на самом деле. Да, ничей там точно не будет. Там не бывает ничьих, там пять раундов. Поэтому да, то есть либо нокаут в первом раунде в пользу МакГрегора, либо победа Хабиба по очкам, либо он его заборит просто не в первом, а где-нибудь в третьем-четвертом раунде. А у меня, знаете, еще есть очень глупый вопрос, девочковый такой. Поговаривают по таким неподтвержденным источникам, что сейчас Хабиб потерял некую часть своей аудитории, но не своей целевой аудитории основной, да? А все-таки вот эти жесткие высказывания в адресе Егора Крида, и то, что как-то он поставил такой вопрос, да, что не признал творчество человека, не дал ему приехать, и какая-то часть аудитории от Хабиба отвернулась. И даже говорят в соцсетях, что не будут за него активно болеть, потому что вот он такой растекой так жестко высказывается. Ну так оно и есть, то есть я не знаю, насколько это в реальных людях оценивается, но в сети действительно очень не возмутились этой ситуацией, что Хабиб выступил против концерта. Нужно понимать одну маленькую вещь, Хабиб не запрещал концерт, его запретили правоохранительные органы Дагестана, а он сказал, невелика потеря, ну и правильно. Вот, это не понравилось очень многим, где сказать, а что ты тут решаешь, что правильно, что неправильно. Но ситуация такая, что Хабиб в Дагестане, это сейчас человек номер один, мне кажется, в моем мнении, гораздо важнее и к нему гораздо больше прислушиваться, чем к какому угодно еще Дагестану, особенно молодежь, а Крит это молодежь, это аудитория молодежная. Вот, поэтому, с другой стороны, он, конечно, я сто процентов прав, почему Крит не может выступить в Дагестане, если у него там есть аудитория, если у него там были проданы билеты. Поэтому вот это вот высказывание очень не понравилось русским людям, которые считают, что так не нужно делать вообще никогда. И поэтому часть их, сомневавшаяся до этого, за кого им болеть, будет, наверное, болеть за Коннора. Но все равно, конечно, в целом, я думаю, что это оценится не выше, чем пару процентов. Все равно все те, кто за него болеет, за него будут болеть и дальше. Слушай, Миш, ну в любом случае, мне кажется, что это, ну, есть хорошее такое слово, русское постаново. Ну, в определенной степени, да? Совсем скоро бой, да? Когда? Седьмого числа? Шестого? Да, в ночь на седьмое. Ну, шестого на седьмое, да? А Егор так не считает. Осталось совсем мало времени, и, ну, мы же знаем, что пиар любой ценой, это очень хорошо. Возможно, учитывая, что Хабиба очень такой пиарщик, знаете ли... Он активен в соцсетях, да? Да, у него вот этот менеджер, Абдель Азиз, его фамилия, он очень активен, да, не только вот... Он все время, его бойцы все время активны в соцсетях. Видимо, он как бы им подсказывает немножко, что им, как им там проявиться, что им написать. Не исключено, что это был пиар-ход. Возможно. Ну, я не уверен. Слушай, а вот, кстати, еще интересный вопрос. Он сам ведет свой аккаунт? Ну, судя по тому, что я читал, мне кажется, что да. Ну, поскольку был написан, скажем так, как говорили, непрофессионально. Да, скорее всего, Хабиб ведет его сам, потому что вот эти все вещи, что он писал, никакие черти не могут ничего советовать и так далее. Говорить, кто вот такие черти, он написал, по-моему. Там точно было слово черти. Хорошо, что это, а то еще мог жестче быть. Что вот это вот вряд ли бы мы посоветовали. И потом же это удалили. Между прочим, администрация Инстаграма это удалила. Так что вряд ли это был прям пиар-ход. Просто так вот, видимо, нервы чуть-чуть у Хабиба задают перед боем. Он наверняка тоже нервничает. То есть он просто вот злой сейчас. Он вес гоняет. А вес гоняет, а тяжело, он не ест. Поэтому нервы, вся вот эта вот история. Я когда не ем, я тоже очень злая. Я тоже бешеный все время, когда не ем. А я не ем все время и все время бешеный. Представляешь? Давайте паузу сделаем сейчас. Пойдемте поедим. Скоро вернемся, друзья. Стране о спорте. Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. Стране о спорте. Лайф продолжается. И в гостях у нас сейчас я все для тебя скажу. А что ты будешь спрашивать? Интересно. Значит, корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Потапов. А также мой бессменный, легендарный соведущий Владислав Кутузов. Владислав, вам слово. Мне кажется, как-то истерику надо прекратить. Простите, пожалуйста. Ну так хорошо. Собрались серьезные люди. Ну что серьезные? Говорим о спорте. Ну слушай, наверное, о боях мы все-таки пока все. Ждем там с шестого на седьмое, да, ждем этого боя, будем смотреть, конечно. А мы с тобой не посмотрим, потому что это будет часов в 7 утра примерно. А мы как раз наоборот. А, в онлайне, может быть, будем наблюдать, кстати, комментировать. Периодически. Давайте о футболе. Мы можем начать с Черчесова, который на девятом месте оказался по рейтингам FIFA, да? Либо с Модрича. Может, с нашего лучше? Давайте начнем, да, с Станислава Соломовича, да. Про него говорить-то не так много можно. Это хороший результат? Конечно. Здесь в десятке лучших тренеров мира такое было когда-нибудь? Я вот не помню. Может быть, со времен Лобановского не было. Я не уверен. Знаете, я лучше не буду ничего говорить просто. Я не уверен. Вот. Но это круто. Почему? Потому что такого... Это просто заслужено, во-первых. То есть сборная России заняла... Она вышла в четверть-вадцать пятого мира. И такого не было с командой с 1986 года. Черчесов вообще мог быть и выше, на самом деле. Потому что занять восьмое место... Войти в восьмерку с России сложнее, чем это сделать, например, там, не знаю, с Англией, с, не знаю, с Испанией и так далее. Черчесов совершил подвиг. И он мог бы оцениться даже выше. Но хотя бы то, что он в десятке лучших в мире, это очень мощное признание. И мы можем просто гордиться. И здорово, что он работает по-прежнему. Он отличный мотиватор, отлично неплохой тренер. И сейчас вот два матча в Лиге нации мы выиграли. И поэтому пускай продолжает. Может быть, через два года на Евро будет еще круче. Но он вообще вошел уже в историю. То есть этого как бы вообще не отнять него. И он лично и сборная нашла в историю. То есть это был успех. Это реально был успех. И мы пока что пожелаем плоды. Стадионный полный. И по-прежнему практически везде. У меня все время слезы умиления просыпают в этот момент. Я как вспомню вот Дзюба, Акинфеева, как Смола все дела. И не могу успокоиться. Все, закончилось. Слушай, а по каким критериям, ты знаешь? Нет, знакомый этот рейтинг составлялся. Это какие-то фокус-группы, опросы, подсчет очков, как играл сбор. Все вместе, наверное, да? Подсчет очков, наверное. Да, там какие-то есть рейсинговые вещи. Но там сложная тема какая-то еще. Да, там на самом деле вот... Раньше было голосование... Золотой мяч получали. Ну, голосование тренеров и капитанов всех сборных мира. Ну, и только профессионалы участвуют в этом, да? Да. По-моему, сейчас что-то в стиле того же самого осталось. Это же FIFA. FIFA ничего не меняет. То есть золотой мяч сейчас изменился. Золотой мяч сейчас вручает уже Францфутбол, журнал. А FIFA, по-моему, оставила ту же самую схему. И по-прежнему это дело с голосованием. Это означает, что люди за Черчесова голосовали. И это не просто какие-то люди. Это вот именно капитаны сборных стран всех в мире. И тренеры сборных всех в мире. Поэтому, скорее всего, Черчесов... Это признание от коллег получается, таким образом. Вот, насколько я знаю. А теперь давайте прикоснемся к Модричу, который тоже вошел в историю. И там подвинул недвижимых практически Роналду и Месси. Обладателей золотых мячей, кстати. Да, да. Да, нет, Модрич, конечно, он стал первым за 10 лет, с 2008 года, кто прервал, так сказать, гегемонию двух ребят, Роналду и Месси. Правда, это не золотой мяч. Золотой мяч теперь, с прошлого года, вручает не FIFA. И поэтому, возможно, золотой мяч получит все-таки и не Модрич. А может быть, это будет Роналду или Месси опять. Да что ж такое-то? И я даже думаю, скорее всего, так оно и будет. Потому что Модрич, он, конечно, красавчик. И он заслужен лучший по версии FIFA. И будет заслужен, если он получит золотой мяч, но все-таки это другая история. И журналисты францфутбола могут решить, что все-таки круче был Роналду, который выиграл Лигу чемпионов. Снова забил там 50 мячей в 33 года и продолжает прекрасно играть. И хет-трик он сделал в испанцовом чемпионате мира. И поэтому не факт, что Модрич выиграл золотой мяч, но, по крайней мере, эту награду он получил заслуженно. И если кому-нибудь и давать ее было, то только ему, если не этим людям ребятам. А я вот так еще про Роналду что-то расскажу. Я напоминаю, что когда ему делали обследование организма, у него организм 22-летнего парня, так что он еще будет долго бегать и долго выиграть. Очень такой, как бы, вот именно физиологично органичный мужчина. Это к слову о том, что возраст — это только цифра. На самом деле так. Какая разница, сколько тебе в цифрах лет? Есть еще Федерер, который вторая ракетка мира в 37, а был первым в этом году. Так что в 37-33 это еще круче, а теннис — это не футбол. В футболе можно пробежаться, прошелся пешком. В теннис нужно 5 часов носиться, это сложнее в 100 раз. Я там точно говорю. Серьезно? Конечно, да. А я думала, почему футбол сложнее? Там в теннисе заканчивают раньше. Поэтому то, что делает Федерер, это даже круче, чем то, что делает Роналду. Даже сложнее. Как ты, Миша, ты сказал, в возрасте цук цифры, и мне как-то на душе стало легко и спокойнее. И у тебя еще будет золотой мяч. Все у тебя еще будет, конечно же. Так, а давайте вот Салах получил награду за самый красивый гол. Это FIFA тоже награждает? Да, это все FIFA награждает. Это был гол на чемпионате мира, нет? Нет. А вообще он забивал? Он там переживал, ходил, хватался за гол. Он там забил один. Один гол, по-моему, да. Но ничего он там красивого не забивал. Там обычный гол, по-моему. Это за Ливерпуль он что-то забил. На самом деле это точно Салах? Это не Роналду, разе, получил золотой, золотой гол. Просто Роналду забил, там такой невероятный галешник. И он тут через себя. Вот, вы знаете, да, вы уверены? А давайте мы поинтересуемся у Валерии. Валерия, а где вы взяли эту информацию, что Салах обладатель самого красивого мяча? А я вам вот сейчас на перерыв, когда будем уходить, я вам прям найду и выдержку просто зачитаю. Вы что-то меня так смотрите? Вы меня хотите, так сказать, сдвинуть с моей нерушимой позиции? Она мне нерушима. Я даже на самом деле не сомневаюсь, что вы правы, потому что я, честно вам признаюсь, я церемонию пропустил. Я только помню, что Модрич выиграл награду, а Салах еще гол. Я просто не могу вспомнить, за что такого он забил. Я помню гол Роналду, который стал лучшим вообще по версии всех людей в мире. Ну, возможно, Салах забил что-то еще более крутое. Просто я не помню. Это мои проблемы, не ваши. Вы правы. Миша, вот это хорошо сейчас сказал. Вот это не понравилось. Скажи, пожалуйста, ну, понятно, да, Месси Роналду сейчас, возможно, да, получит золотой мяч. Ну, гипотетически, да? Еще и Модрич. А вот следующий, четвертый человек, который к ним может близко подойти, вот кто сейчас? Салах. Однозначно, да, потому что Наймар не сыграл так, как нужно было бы сыграть, чтобы быть вот претендентом. Да и Мбаппе так вот не играет, как мы все думали. А Мбаппе просто слишком еще юный. Он молодой, конечно. В этом возрасте еще. Ну, плюс, не, он, конечно, сыграл здорово, но слишком рано, мне кажется. Даже вот именно, что даже одно это влияет. Владислав, да. Плюс пассажир он не был так ярок. А вы вот учитесь у Михаила. Михаил, видите, вот он со мной как немножко, как с психом разговаривает. Конечно, я с вами согласен. Я в тебе, конечно, верю, разве могут быть со мной. Ну, Валерий, дело в том, что Михаил с вами общается, знаете, или раз в неделю, и то не каждый. А у вас нервы не выдерживают. А мне-то, знаете, бремя-то другого масштаба у меня совершенно. У нас сейчас вообще вот футбольные игры какие идут? То есть сейчас мы же там как-то внутри себя играем продолжаем. Да? Не, ну, сейчас чемпионат России набирает обороты Лигой Чемпионов. Сейчас клубный футбол вообще. Лига Наций? Лига Наций, да. Тоже вот была два матча, кстати. Это новый турнир, который с этого сезона проводится. Далеко не все вообще понимают, в чем его суть. Даже футболисты не понимают. А вот, кстати, он нужен был вообще? Неужели не хватает тех турниров, которые есть? У нас стадионов много. Их так много, на самом деле. Я думаю, что там как бы это на смену товарищеским матчам пришло. Товарищеских матчей было много, а интриги в них, ну, ровно с счетом, никакой вообще нет. И игроки просто играют так, чисто пешком. Ну, нужно было учредить что-то, чтобы как-то стимулировало. Да, чтобы была хоть какая-то небольшая интрига. И она есть. Потому что через Лигу Наций можно там три сборные, по-моему, выходят на чемпионат Европы. А это, знаете ли, серьезный уже бонус. Это круто выйти. Причем это шанс есть у всех. То есть даже каких-нибудь, условно говоря, Азербайджан и Белоруссии, которые вот так иначе нет шансов у них выйти. А вот через Лигу Наций есть. Они там свою группу выиграют это и пройдут. В этом плане это уникальный турнир. И в этом смысле он был нужен. И причем это же официальный турнир. Это все в зачет идет, в рейтинге идет. То есть Россия сейчас была в рейтинге очень низко. За счет побед над чехами и турками они могут подняться гораздо выше. И потом будут все иными в отборочных матчах. Будут все в первой корзине чемпионата Европы или мира. То есть это все имеет смысл. Слушайте, у меня есть такое робкое подозрение, что вот эти вот 6 минут нашего эфира блестящего мы проявили феерично и надо прерваться нам. Чтобы потом так же феерично продолжить. Хорошо. Стране о спорте. Лайф. Ох, как хорошо мы сегодня беседуем. Знаете, по-моему, хорошо? Потому что мне есть что сказать тоже. Я прям себя чувствую очень подкованной. Недавно я поняла, что в программе «Территория машин» я могу себя реализовать как женщина. И тут вот оказывается, спортивный тени тоже. Ну вообще, Валерий, у тебя сегодня тот редкий случай, когда ты в спорте, как рыба в воде. Да, молодец. Не без помощи Михаил Потапов. Нет, нет, Михаил, вся наша надежда. На самом деле, вы лучше у меня, как раз, разбираетесь. Мы только что проверили, и вы были правы. Действительно, гол Салаха лучший за сезон. Правда, гол мы посмотрели и поняли, что гол там ничего особенного. Ну, кстати, да, я готов подтвердить. Мы с Мишей вот сейчас в паузе посмотрели. Это гол Салаха, действительно, который якобы лучший. Ну, для игрока такого уровня совершенно рядовой мяч. И у Роналда и у Месси. Да, тем более в тот же самый сезон, когда Роналда забил Ювентусу через себя. Да, то есть вот этот гол гораздо менее эффектный, на мой взгляд, конечно. Ну вот, все неадекватно. Ну, в смысле, не объективно, неадекватно, это другое слово. Мы еще в футболе пока, а нам есть что сказать? Или уйдем уже? Давайте про теннис поговорим. К прекрасным теннисистам. Давайте попробуем про теннис. Я всегда рад по нему говорить, обожаю. Так, ребят, сейчас будет Курникова или Шарапова? Шарапова, Шарапова. Курникова детей рожает Энрике Глесиусу, уже в декрете сидит, отстанет. С 2003 года. Да, да, да. Все, только Шарапова теперь, но Шарапова-то тоже устраивает свою личную жизнь нынче. У него там миллионер какой-то. Да, мы можем говорить Шарапову все или вот что происходит на самом деле? Непонятные ситуации. Шарапова закончила сезон досрочно, сославшись на травму, и не поедет играть в этот раз в Москву. Очень жалко, потому что ее, конечно, ждали. В том году она приехала на Кубок Кремля впервые за 10 лет, и это было в 2 часа дня в четверг, ее был матч. И все поотпрашивались с работ, был полный олимпийский. Полный олимпийский приходит, даже на финалах не бывает. Я сколько хожу на Кубок Кремля, такого не было никогда и ни разу и нигде. Вообще ни на одном матче, ни на одном турнире, даже на Сафино не приходил полный олимпийский. То есть битком все. А почему все так любят Машу? Шарапову это действительно селебрити, это уровень, я не знаю, самый высокий. Было бы это в Лужниках, были бы Лужники полные, мне кажется. Любят Машу, потому что она красивая и выигрывает иногда. Сейчас очень редко, правда. Ну, красивая. Да. Сейчас, к сожалению, да, Маша закончила сезон. Травмы, на самом деле, там я боюсь никакой нет. Просто ей нет мотивации играть в азиатские турниры плюс российский турнир. Скорее всего, просто она действительно, как вы правильно сказали, устраивает личную жизнь и будет проводить время вот со своим новым молодым человеком. Насколько я помню, это из Америки какой-то бизнесмен. Он неизвестный, в отличие от до этого. Теннисист был Григорь Димитров, до этого баскетболист Саша Вуячич. Это для меня известные люди. Этот мужик, может быть, для вас известный, для меня нет. Для Валерии нет, точно. Нет, я не знаю, иначе я вам уже рассказала, конечно, все его подноготные. Ну, какой-то богатый мужик. Будет ли она побеждать? Я надеюсь, что да. Но, чтобы побеждать, нужно вкалывать. Больше, чем раньше. Раньше, в 25, она могла и тусить, и побеждать. Сейчас она должна выбирать что-то одно. Вся надежда на Томаса Хокстана, на ее тренера. Это тот парень, с которым, вернее, взрослый мужчина, с которым она была первой ракеткой мира и выиграла Ролан Гаросса, и это были лучшие годы, в 2012 году. Она его вернула в этом году в надежде, что он вернет ее на вершину. Пока не получается, но вот, может быть, в следующем сезоне. Надежда очень робкая, есть, но она реально робкая. Но я надеюсь на это. Ох, Маша. Ну, и, собственно говоря, пока Маша отходит от дела, все наши надежды... Зачем же ты так сейчас? Нет, нет, ну я по-хорошему. Это тоже нужное дело. Это тоже нужное дело. Пусть устраивает свою личную жизнь и так далее и тому подобное. У нас сейчас наша надежда и опора в теннисе от Касаткина. Да. Землячка моя из Тольятти, между прочим. Да, Касаткина, да. Она молодец, она действительно прогрессирует. В этом сезоне она сделала шаг с 30-х мест на 11-12-е. Мне нравится ее игра, за исключением одного маленького нюанса. Сказать он какого? Да. Интересно, да? У нее нет подачи. А чем? Вообще. Она подается скоростью 100 км в час. Первую, 92-ю, 120-ю, не знаю, первую. А надо? Надо, ну, хотя бы 170. Это средняя скорость женской подачи. Почти в два раза больше, да. Она просто вводит мяч в игру, она его толкает. Слушай, Миша, у нас заканчивается время, к большому сожалению. Давайте пожелаем Касаткиной 170, а то и 180. Вот, ну, как-то так, да. И Миша пожелаем приходить к нам еще в гости. Михаил Потап был с нами. Миша, большое спасибо. Приходи, пожалуйста. Да и мы тоже с вами прощаемся. До завтра, до 7 утра. Валерия Майорова. И Влад Кутузов. Пока, счастливо. До завтра. В стране о спорте. Лайф.